Приветствую, уважаемые слушатели курса Организации пассажирских перевозок и управления. Сегодня у нас лекция 20-я. Тема лекции подсистемы ASU Express 3. В структурном плане ASU Express 3 представлен следующими подсистемами. Первая подсистема – автоматизированная подсистема билетно-кассовых операций. Вторая – автоматизированная информационная справочная подсистема ECASIS, автоматизированная подсистема нормативно-справочной информации расписания и автоматизированная подсистема финансово-статистического учета и взаиморасчетов за пассажирские перевозки EFIS. Автоматизированная подсистема управления багажной работой ESUBR, автоматизированная подсистема управления парком пассажирских вагонов АСУ-ПВ, автоматизированная подсистема сервис, автоматизированная подсистема регулирования пассажирских перевозок АСУ-Л, автоматизированная подсистема билетно-кассовых операций БКО, оформление проездных документов, включает в себя внутригосударственные сообщения, международное сообщение страны СНГ и Балтии, международное сообщение страны Западной Европы и страны Азии. Сеть продаж распространяется на билетных кассах, бюро заказов, ДТМ, интернет, электронный билет. Подсистема АСУ-БР представляет из себя такой вот комплекс автоматизации задач оформления и учета багажных, грузобагажных и почтовых перевозок. С одной стороны, это оформление багажа, грузобагажа, пробег почтовых вагонов, печать перевозочных документов, где происходит формирование оперативно-справочно-аналитической информации для аппарата управления по багажным, грузобагажным и почтовым перевозкам, а с другой стороны, отчетность финансовая и статистическая, багажные и грузобагажные и почтовые перевозки. Здесь в систему вводится информация с перевозочных документов, оформление поручной технологии. К подсистеме расписания формируется информация, производится кодирование, ввод и корректировка информационных массивов базы данных системы для работы всех подсистем ASO Express 3. Формирование информации происходит по трем направлениям. Классификаторы системы Express, нормативно-справочная информация о поездах и информационные таблицы системы Express 3. Подсистема ECASIS – это справочное информационное обслуживание пассажиров. И здесь вот такие вот следующие справочные информации содержатся. Беспересадочный проезд, опоздание поездов, схема состава поезда, информация о беспересадочных вагонах. Пересадки в пути следования, правила проезда пассажиров, провоза багажа и информация об отправлении поездов с определенной станции. Наличие свободных мест, стоимость проезда, информация о вместимости поездов по определенному направлению, о периодичности курсирования поезда и его максимальной длине. Справочное информационное обслуживание сосредоточено в справочном бюро. В эту систему входят все сообщения из интернета, агентств, офисов. Информация здесь о расписании поездов, маршрутов, отмена назначений, стоимости пересадки, правила перевозок, о наличии мест, багажа, о погоде, опаздывании, помещениях. Система «Сервис» подразумевает под собой продажу сервисных услуг пассажирам. То есть здесь у нас предоставляются сервисные услуги в поездах повышенной комфортности и постельные принадлежности в поездах, формирование пятидневных и месячных ведомостей о сервисном обслуживании и отчетность по организациям, предоставляющим определенные виды сервисных услуг. Подсистема «Эфис» формирует отчетности по пассажирским перевозкам на разных уровнях учета. Какие формы отчетности мы с вами рассмотрим? Отчетность на базе финансовых счетчиков системы, отчетность статистическая по пассажирам перевозкам на базе общего архива, отчетность для взаиморасчетов между железнодорожными администрациями, отчетность на базе общего архива системы, финансовая отчетность, месячная, дорожная, данные о работе пассажирского хозяйства для составления форм статистической отчетности централизованным способом, отчетность на базе хранилища, данные, отчетность о багажных, грузобагажных и почтовых перевозках, ну и информация, передаваемая в систему ЕК АСУПВ. Подсистема АСУПВ – это автоматизация управления технологическими процессами эксплуатации и ремонта пассажирских вагонов различными видами собственности на всех уровнях управления. Она ведет учет наличного парка пассажирских вагонов, автоматизация процесса формирования пассажирских поездов, анализ качества выполненных ремонтов, автоматизированное слежение за готовностью вагонов к постановке в поезда, слежение за использованием и местонахождением пассажирских вагонов, планирование и учет всех видов ремонтов вагонов и списания вагонов. Подсистема АСУЛ занимается разработкой механизма управления пассажирскими перевозками на базе новых информационных технологий и автоматизированных комплексов для выработки и принятия решений по организации перевозочного процесса. Назначение этой подсистемы – информационно-технологическое обеспечение процесса управления пассажирскими перевозками в целях качественного и своевременного удовлетворения населения в услугах транспорта. Маркетинговый анализ рынка пассажирских перевозок к ней относятся контроль качества использования рабочего парка, пассажирских вагонов прогнозирования объема в перевозах, оценка использования производственного потенциала пассажирского комплекса, определение стратегии и тактики его развития, определение величины спроса на транспортные услуги и по сегментам транспортного рынка и оперативное отслеживание финансовых результатов работы пассажирского подвижного состава. В рамках закрепления лекционного материала предлагается вам ответить на следующие контрольные вопросы. Что представляет собой АСУ-Экспресс-3 как человекомашинная система? Каков технический состав АСУ-Экспресс-3? Перечислите функциональные подсистемы АСУ-Экспресс-3, дайте краткую характеристику каждой из подсистем. На этом наша сегодняшняя лекция закончена. Спасибо за внимание. До новых встреч! Продолжение следует...